Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программа News on Airy. С вами я, Мария Кардышевская. Ну что, давайте начнем. В северных улусах нашей республики начинают встречать первое солнце после длинной полярной ночи. Несколько дней назад оно взошло над селом Казачье Устьянского улуса, ну а теперь радостная новость прилетела из Булунского улуса. Это событие отметили школьники в селе Найба. Первым делом они, конечно, исполнили обрядовый танец очищения Хеджа. Очередное завораживающее видео ночного Якутска от автора под псевдонимом Майк Люк. Мне аж самой захотелось побежать снимать, но я боюсь, что так я точно не смогу. Субтитры создавал DimaTorzok И еще немного зимнего Якутска. Ничего необычного, просто люди живут в самом большом городе, стоящем на вечной мерзлоте. Тем временем в Якутске уже не первый раз замечают черную лису. Она, как ни в чем не бывало, разгуливает по городу и совсем не боится людей. Горожане вовсю ее подкармливают и, конечно, снимают на видео. Кстати, считается, что встретить одинокую лису – к удаче. Горожане вовсю ее подкармливают и, конечно, вовсю ее подкармливают и, конечно, вовсю ее подкармливают. А следующее видео очень красочно демонстрирует всю мощь знаменитой якутской лошади. Такая порода славится тем, что, несмотря на свой невысокий рост, она самая выносливая. Мало того, что она круглый год живет на улице, так еще и сама добывает себе пропитание в глубоком снегу. Новости из области фантастики. Ну, не совсем фантастики, но в которую верятся с трудом. В соцсетях распространяется видео, которое сопровождается комментарием о том, что на Ильгинском угольном месторождении из зоны вечной мерзлоты шахтеры откопали статую. И не простую, а очень напоминающую французскую скульптуру романского стиля. Это женщина в монашеском одеянии. У нее меч и щит. Более того, у нее есть крылья. Вот это да. Короче, разрыли экскаватором такую... Ну, я скажу, эмоции просто не рассказать. Душа куда-то аж упрыгивает. Не знаю, конечно, не писать. Это просто не рассказать, почему так... Что это такое. Ну, там сейчас на вертолете прилетят все эти дела. И вот пока не приехали все эти товарищи, Мы вот тут с ребятами вырвались. Ребята, это... Какие эмоции? Андрей, Денис, сними меня. И очередная новость практически из области фантастики, но уже точно не фантастики. Первый якутский фильм, который номинирован на Оскар. И это фильм «Выход». Мы уже рассказывали о том, что Максим и его сестра Евгения Арбугаева сняли документальный фильм про безмотежную жизнь на Чукотском побережье. Но, конечно, фильм — это не просто красивая картинка. Он носит куда более глубокий смысл. 43-й день наблюдений. Моржи пришли, ослабленные, устаршие. Главный герой фильма «Выход» — это ученый Максим Чакилев, который по несколько месяцев в году живет на берегу Чукотского моря, изучает моржи и следит, как меняется экологическая ситуация в Арктике. Режиссеры картины «Брат и сестра Евгения» и Максим Арбугаевы познакомились с героем по счастливой случайности и в итоге три месяца провели с ним в экспедиции. Есть такая тема, когда не ты находишь идею фильма или проекта, а герой сам тебя находит, или идея тебя сама находит. И тут, наверное, произошла вот эта магия того, что все соединилось, все встретились на побережье Чукотского моря. Герой видел фильм, ему очень фильм понравился, и для нас это очень приятно. И весь мир сейчас познакомился с ним, с его работой. И у него очень важная работа, которая дает понимание касаемо климата, касаемо животных. Фильм уже выиграл несколько престижных наград на международных и российских фестивалях. Именно поэтому из 98 лучших док-проектов в мире он попал в список из 15 картин, которые выбрало жюри «Оскара». 24 января этот топ сократится еще до пяти лет, которые и попадут в основную номинацию. Лучший короткометражный документальный фильм. Но оказаться даже в шорт-листе «Оскара» — это уже большое достижение. Когда я еще учился в Афгике, когда был студентом, для меня это была мечта. Это как для маленького спортсмена попасть на Олимпийские игры. И вот когда это все произошло, для меня это было такое... Я вспомнил все свои вот эти мечты, и долгое время я не понимал, что это реальность. Картина идет 25 минут, ее уже можно посмотреть бесплатно в интернете. Но автор надеется, что скоро самостоятельно презентует ее в кинотеатре в Якутске с обязательным обсуждением после просмотра. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Москва. На эту тему в соцсетях уже гуляет скриншот того, как 8 лет назад Максим Арбугаев в своих социальных сетях шутил на тему того, что побывал на церемонии вручения «Оскара». И, как оказалось, мечты сбываются. Ну а я напоследок предлагаю посмотреть клип, который сняли алданские ребята. Клип называется «Майами». Сами парни находятся сейчас в Москве, но обещают скоро вернуться на родину. Кстати, клип они снимали еще в Алдане. Давайте посмотрим. Да, мам, да. Давай, ага. Здрасте. Брайтон, бич. Чего орешь? Ой, я думал, вы по-русски не понимаете. Думать меньше надо. Не на Майами пока, не на Майами. Я любуюсь дома облаками. Матушка Русь, уеду вернусь. Зайду обняться, если соберу. На моей груди распятина, не в полплате. Родина моя то на откате, то на автомате. МК летит домой по трассе в багровом закате. Мама скажет привет, и я упаду в ее объятия. Дом, милый дом, милый, милый дом. Тихий дом, громкая Москва. Да, но все мы об одном. Главное помнить, как главное мы помнить, где святом. Пусть время спрашивает, что потом. Не знаю. Не на Майами пока, не на Майами. Я любуюсь дома облаками. Матушка Русь, уеду вернусь. Зайду обняться, если соберу. Два, 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 братья рядом. Семья жива, кто-то снялся отсюда. Мы не на Майами пока. Мы подождем дождик, душу пробьем тоже. Так и хоть ты жить, кайф, девочка моя летая. Ай, Боже, помоги, дай батья подышать. Мне нужно только время, чтобы светом души заряжать. Не расскажут во сне, как гордыню потешал. Чистые капли по весне, ее Дима порежал. Не на Майами пока, не на Майами. Я любовь, дом облакам. Матушка Русь, уеду вернусь. Зайду обняться, если соберу. Не на Майами пока, не на Майами. Я любовь, дом облакам. Матушка Русь, уеду вернусь. Зайду обняться, если соберу. Не на Майами пока, не на Майами, я любуюсь дома облаками, матушка Русь, уеду вернусь, зайду обняться, если соберусь. Увидимся в эфире.